Продолжение следует... Сегодня мы будем слушать про организацию практикумов и мобильном обучении на платформе Learning Server 4G. Перед началом вебинара я, как всегда, хотел бы представить вам две полезные ссылки, которые находятся в самом начале нашего чата. Первая ссылка ведет на расписание наших вебинаров на наш сайт Директ Академия.ру. И здесь вы можете зарегистрироваться на все вебинары до конца нашего учебного года, до июня месяца. И вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, где будет опубликована запись этого вебинара. И вообще там лежат записи всех наших вебинаров. Всего более 250 записей уже лежат на нашем видеоканале. Так что подписывайтесь и будете всегда в курсе того, что происходит у нас в компании Директ Медиа и на Директ Академии. Кроме того, я хотел бы... Так, одну минутку. Куда-то у меня... Прошу прощения, у меня пропали две записи, которые я хотел сделать. Но вот прямо сейчас я вам откопирую их. Итак, это два наших следующих вебинара, которые состоятся завтра и послезавтра. Давайте, может быть, немножко некрасиво это будет выглядеть в чате. Но надеюсь, что все будет понятно. Итак, завтра в 12 часов состоится вебинар Осии Бурнашевой. Это наша сотрудница, сотрудница компании Директ Медиа. И расскажет она о новом проекте нашей компании English Direct, посвященный изучению английского языка. И с 16 в пятницу, тоже в 12 часов, Марина Орешко, наш постоянный ведущий вебинаров, расскажет о литературной инфографике. Надеюсь, эти два вебинара будут интересны для вас. Так что регистрируйтесь, и будет вам интересно. Ну что ж... Да, ну еще хотел бы пару слов сказать о нашей будущей неделе. У нас будущая неделя будет очень интересная. Будет много приглашенных экспертов. Прямо в понедельник вы узнаете об игрофикации. У нас будет Иван Нефедев, один из лучших специалистов в этой области в России. Далее у нас будут 21 и 22 числа руководитель Теплицы социальных технологий совершенно замечательной команды, которая ведет большую образовательную деятельность в интернете. Ну и, наконец, 22, если не изменяет память, у нас будет Стас Козловский, один из руководителей, если можно так выразиться, российской Википедии. Я вас призываю не пропустить эти вебинары. Это будут очень интересные вебинары. Приходите, обязательно участвуйте. Вот, собственно, и все. А теперь я хотел бы передать слово Дмитрию Кричману, сегодняшнему нашему спикеру, одному из руководителей компании Гиперметод, с тем, чтобы он провел сегодняшний вебинар. Дмитрий, прошу на связь. Добрый день, коллеги. Павел, спасибо за приглашение и за возможность поговорить с аудиторией о проблемах, которые нас волнуют буквально сегодня, я имею в виду, применение технологии электронного обучения для реализации практических задач. И надеюсь, коллеги, что тоже для вас эта тема будет, по крайней мере, отчасти интересной. Здравствуйте, Светлана Владимировна. Мой сегодняшний рассказ и показ, демонстрации, какие-то, может быть, практические вещи рассчитаны на примерно час времени. Я надеюсь, этот час уложится. Ну и какие-то вопросы, ответы тоже вполне. Коллеги, прошу обратить внимание, что вот есть замечательная кладочка в Мерополисе, называется «Вопросы». Буду вам признателен, если вы будете кидать не в общий чат, который быстренько очень убегает, и потом его трудно разбирать. А вот непосредственно на вкладочку «Вопросы» рядом с общим чатом, для того, чтобы мне было проще на них отличаться. Ну, вопросы можете задать по ходу действия, как возникнет какая-то пауза, когда мне трудно будет говорить дальше. Далее, то я буду стараться отвечать на вопросы. Итак, коллеги, еще раз спасибо за то, что вы посетили сегодняшнее мероприятие. Как я понимаю, вопросы, связанные с практической деятельностью и обучением практической деятельности для вас являются актуальными. Собственно говоря, о каких-то приемах, которые и вы, в принципе, можете использовать в своей деятельности при организации электронного обучения, я сегодня постараюсь рассказать. Мой рассказ не носит системный характер. Я покажу вам три примера, о том, как это возможно в разных проектах, которые мы делали. Ну, вот для того, чтобы немножечко хотя бы нам с вами тоже... Да, мы не первый вебинар, да, вот в рамках Директ-Академии, но тем не менее, немножечко познакомиться. Я, если с вашего позволения, запущу маленький опросик, чтобы мне тоже понять, какую... в какой степени вы знакомы с нашими решениями. Ну, буквально там на 30 секунд, да, пока я разговариваю, буду вам признателен ответить на эти вопросы. Они очень простые, да. Это даже не 8 кандидатов, это три маленьких варианты ответа на один вопрос. Ну, я так понимаю, что вопрос вызвал в большей части аудитории некоторые из Директа затруднения с ответом на него, поскольку мало датчиков отвечает. Ну, я старался. У меня еще будет два вопроса к вам по ходу дела. Но, тем не менее, давайте будем считать, что все, кто хотел, ответил на вопросы. и можем продолжать дальше. Спасибо, что ответили. Останавливаем. Итак, закроем, да, в коробочке, чтобы не мешало. Смотрите, я представляю компанию GeperMethod, которая разрабатывает программное обеспечение и внедряет его в деятельность других организаций. Ну, вот часть этих организаций, она здесь на слайде представлена. Ежегодно около миллиона человек пользуются нашими решениями в разных организациях. Ну, и, насколько я представляю, здесь большая часть аудитория вузовская. Ну, такие учебные заведения, как Уральский федеральный университет, Московский государственный строительный университет, Нижегородский технический университет, Российский государственный социальный университет, ну, и ряд других организаций, учебных, крупных и разных, по масштабу численности используют наше решение для дистанционного и автоматизации очного и электронного обучения. Например, в Уральском федеральном университете более 40 тысяч студентов ежегодно и ежедневно практически, прошу прощения, и несколько тысяч преподавателей пользуются нашей системой не только для дистанционного и даже не столько, сколько в качестве основы для проведения очных занятий. Размещают там задания, проверку выполнения курсовых или контрольных работ, прохождение блоков тестирования каких-то или ознакомление с учебными материалами в рамках учебной дисциплины. Например, в Российском государственном социальном университете это тоже порядка чуть меньше 50 тысяч человек, которые действительно проходят исключительно дистанционное обучение. Ну и ряд других организаций, начиная от Гастрома, фармацевтики. Мы гордимся тем, что вот, например, наши обученные с помощью наших систем слушатели ныряют глубже всех, например, обучают на базе наших систем устроенной системы подготовки экипажа атомных подводных лодок. Это примерно несколько километров глубина обгружения. И летают выше всех, потому что экипажи и инженерно-технический состав таких самолетов, как МС-21, который в этом году запускается в конвейер Су-30, Як-130, также проходят подготовку на базе наших решений, связанных с электронным обучением и тренажерной подготовкой. Вот, ну, так немножечко, да, там всякие врачи, которые вас лечат, летчики, которые вас перевозят, студент, с которыми вы, возможно, сталкиваетесь, вот это все наши пользователи. Вот примерно такой охват аудитории того, что мы делаем. Ну, давайте ближе к делу, наверное, я постараюсь рассказать все-таки и о практике. Естественно, в рамках той платформы, о которой я говорю, а именно платформа называется «Северный сервер 4G», и спасибо Павлу, он упомянул ее в моем представлении. Естественно, из-за того, что такой огромный спектр приложений, да, вот, там, у чистых гуманитариев, там, или социальных работников, государственных служащих, заканчивая, ну, абсолютной техникой, эксплуатантами техники, естественно, возникают вопросы, связанные с организацией не только изучения материала или прохождения тестов, но и с выполнением каких-то практических заданий. Если для части учебных дисциплин, ну, например, там, химия, да, мы привыкли, что существует, там, или физика, какие-то явления, мы привыкли, что существуют хотя бы электронные тренажеры, где мы можем поставить какой-то эксперимент, да, то для множества других направлений, о которых мы чуть попозже поговорим, вот, такие тренажеры либо слишком дороги, затратны, либо, ну, вообще не очень понятно, как их делать. Тем более, что даже какой бы ни был замечательный электронный тренажер, а в нашей системе они тоже могут быть использованы, естественно, вы видите, что на слайде здесь, да, что наша платформа, она позволяет организовать учебный процесс, исходя из всех видов учебной активности. Это и очная активность, это активность в учебных аудиториях, работа с оборудованием. Кстати говоря, одним из первых по работе с оборудованием реальным, кстати говоря, проект мы делали с Венинским национальным техническим университетом, ну, это уже сколько, больше 10 лет тому назад. У них специальное оборудование, ну, похоже на технологические станки, да, было интегрировано с сетью интернет, и через сеть интернет студенты в рамках LMS, системы дистанционного обучения, выполняли работы, система организовывала разделение во времени и разделение ресурсов, да, этого там устройства агрегата, с которым студенты работали дистанционно, удаленно. Ну, это частный случай, ну, поговорим о немножечко более общих. Итак, вот наша платформа умеет все это делать. Естественно, там есть электронные курсы и прочее, о чем вы наверняка много знаете, но постараюсь акцентироваться на других вещах. И вот среди набора инструментов, которые есть на платформе, ну, там, допустим, бобальные, рейнтинговые системы, там, или ведение электронного портфолио, или там управление работой проектами, есть несколько инструментов, которые не то чтобы заточены, но хорошо ложатся на часть задач, связанных с решением практических задач. В частности, вот такой крючок, который на слайде, да, называется M-Learing, то есть мобильное обучение. Вот, ну, мы все более-менее знаем, что существует мобильное устройство, я даже с собой, у меня в загашниках три их, по крайней мере, для сегодняшней демонстрации там, там, вот какое-то такое, да, там, побольше трех форм-факторов. Сегодня я их покажу, и как с ними работать все, вот, в рамках тех примеров, которые мы говорим. Но, тем не менее, мы почему-то, ну, часто считаем, что мобильный смартфон какой-нибудь, это такой маленький компьютер, да, у него тоже есть экран, ну, там, сенсорная клавиатура какая-то, и поэтому мы пролонгируем то, что видим на большом компьютере, на обычном стационарном, в части электронного дистанционного обучения, экстраполируем на работу с таким маленьким девайсом, который постоянно в кармане находится. Это не всегда ведет к хорошему решению, вернее, мы выбрасываем просто часть возможностей, и не задумываемся о части возможностей этих электронных девайсов, которые могли бы использовать в организации, в частности, практикумов. И вот давайте, там, так, немножечко пофантазируем. Ну, общеизвестно, да, базис какой рассудения, общеизвестно, что для электронного обучения наиболее трудной как раз составляющей является как раз практикумы. Почему? Потому что, ну, если я пришел в аудиторию, и в аудиторию мне говорят, нарисуйте схему, там, транзисторного соединения, или изобразите, там, скетч на лектора или на преподавателя, неважно, что сделаете, то не совсем, если в компьютере не заложены алгоритмы и функции для того, чтобы это сделать, это сделать, на самом деле, достаточно тяжело. В реальной жизни гораздо проще. У нас всегда есть под рукой ручка, у нас всегда есть под рукой бумага, ну, и какие-то другие вещи. Особенно это важно тогда, когда мы ограничены по времени, ну, например, в рамках нашего сегодняшнего вебинара, представьте, я бы попросил вас выполнить лабораторную по химии, например, какую-то, да, к выращиванию кристаллов. Что бы вы делали? Я уверен, что на 99.9 в периоде коллег бы не смогли за, там, час времени добежать до ближайшего магазина, химических компонентов, да, там, что-то купить, принести колбочки и так далее. И это, есть еще дополнительные такие ограничения. Но, тем не менее, мы сегодня постараемся это сделать с вами. Вот. Итак, какие направления? Ну, я здесь накидал, вы можете этот список дополнять, так как вам из вашего опыта, возможно, да, что-то присутствует. Ну, вот примеры, примеры, химия, физика, там, где эксперименты, да, мы все научились в рамках электронных учебных курсов либо снимать на видео эти эксперименты, либо и выкладывать затем записи, либо моделировать, там, где есть модели какие-то процессов, там, или логические модели, моделировать эти процессы и включать в цепочки выполнение этих работ, модельных экспериментов, да, моделируемых экспериментов, нас с вами как участников этих экспериментов. Но, тем не менее, вы сами понимаете, одно дело, компьютерный тренажер, какой бы он ни был хорошим, а другое дело, когда я делаю это самостоятельно, да, я не просто понимаю, мне не демонстрируют какой-то результат, а я могу ошибиться, получить неправильный состав, ну, со всеми утекающими последствиями, там, включая тактильные, органолептические какие-то ощущения, которые в рамках этого эксперимента я выполняю. Помните, да, даже вот в, у меня тут чашечка тоже, кто учился в школе, если такие, да, если вы помните, то на уровне химии, по-моему, там, 6-7 класс, нас в первую очередь учили, что нюхать, нюхать, потому что при выполнении лабораторных работ по химии мы должны правильно это уметь делать, вот мы не просто так должны делать, да, мы вот таким вот образом, если помните школьную программу. Вот это те нюансы, а, ну, как в, даже в компьютерном симуляторе лабораторных, да, как это устроено. Множество нюансов существует. Итак, что же, что же, на что нам с вами опираться, каков наш опыт. Итак, я вот уже немножечко тезис такой чуть раньше обережающий высказал о том, что все вот думают, что смартфон все-таки маленький компьютер. Ну, это не совсем так. Чем он отличается? Чем он отличается от обычного компьютера? Первое. Он всегда под рукой. Он всегда с нами. Второе. В нем есть вещи, которых нет в обычном компьютере. Ну, например, определение места позиционирования, то есть, где я нахожусь. Есть дополнительные средства идентификации. В нем есть геродатчик, который позволяет определить вертикально, где он или горизонтально, какой он стороной повернут к центру Земли. Да, там, и нам в конечном счете, если мы находимся вертикально. А вот такие нюансы, о которых мы не часто задумываемся. они нам кое-что позволят с вами сделать. Давайте посмотрим на примеры. Я эту презентацию вы можете скачать, и вот те примеры, которые в презентации, они, я постараюсь сейчас их расшарить экранчик и показать живьем, да, как все это выглядит. Но мало ли не получится, поэтому дублируя в презентации, если вы скачали, вы можете всегда их вспомнить после нашего самого разговора и в слайдах. Пример номер один, который мы делали достаточно давно, несколько лет назад. У нас, если вы обратили внимание, среди наших заказчиков есть Российская гидрометеорологическая служба. Вот на базе нашей системы построена система переподготовки кадров и повышение квалификации для работников гидрометслужбы там под Москвой. Учебный центр очный, а дистанционное обучение ведется через наш портал. Поскольку мы с вами столкнулись с погодой, а в то время, когда этот проект был, у меня дочка училась в начальной школе в первом классе, поэтому нам пришла такая мысль в голову, которая нашим образованием была так и неформально подкинута. Вот если у кого есть дети или помнят, дети маленькие, помните, они когда ходили на первый или второй класс школы, они заполняли такую штуку называется дневник погоды. И даже я, когда учился, наверное, и Павел, когда учился, наш замечательный ведущий вебинаров, организатор всего этого дела, наверняка он тоже заполнял дневник погоды. У нас было природоведение, сейчас как-то по-другому называется дисциплина для начала, но что важно, что никто на самом деле никогда особо не проверял эти дневники погоды, которые мы с вами ведем. И они остались всегда на нашей совести, на совести наших родителей, которые могли эти процессы контролировать. Что мы там написываем, какая температура, какой снег, не очень-то было принципиально важно. Ну да, иногда выборочно, наверное, проверяем. Наверное, не очень много было в этой деятельности. Что предложили мы? Мы взяли и сказали, что ребята, давайте подумаем, вот, кстати говоря, один из будущих вебинаров про гемификацию, если я правильно его слышал. А как сделать так, чтобы это предельно практическая работа, ведь нужно, что, она элементарная, поэтому с такого простого примера я начинаю. Она элементарная, нужно выглянуть в окошечко, посмотреть на термометр, который находится за бортом или в смысле за окном, который показывает внешнюю температуру. Посмотреть, идет там снег или дождик или что-то еще. Например, вот фотография капелли Питерской, я в Петербурге, нахожусь у нас сейчас например, такая погода, как на смартфоне слева на слайде. Это предельно практическая работа. Пусть милипусенькая, но вот такая. Что же мы сделали? мы взяли, ну это можно на телефоне, можно на планшете, вот у меня планшет, например, под андроидом, вот он, видно тут, наверное. На нем установили такое замечательное маленькое приложение, называется дневник погоды. Вот он, тут я пытаюсь как-то в камере показать, который может быть установлен на любом смартфоне, естественно, который позволяет устанавливать приложение. он такой весь интерактивный, тут ползуночек такой температурный меняет, меняется окраска, то есть горячее или холоднее становится. Здесь где-то внизу есть тучки, облака, ну там я скажу, что у нас сейчас снег идет, или там дождик идет, вот он. Направление север, значит, куда ветер дует, вот я могу планшет поставить по ветру, грубо говоря, ну либо вручную указать, поскольку он уже у нас ориентируется, да, северо-восток-запад, там юг, соответственно, просто могу в горизонтальной плоскости вот так разметить и показать с помощью смартфона или планшета в какую сторону дует ветер, даже не нужно, мне объясняют, это северо-запад или там это юго-восток, например. Нажать кнопочку отправить данные, эти данные автоматически появятся на специальном сайте на ресурсе, ну так примерно вот как в центре, да, это видно, видно, где происходили измерения, я вам чуть попозже покажу это вживое, появятся засечки на гугл, используется сервис гугл мэпс с точными данными, которые были отправлены, что это нам дает, ну как бы функционально это примерно то же самое, что если бы я писал будущий ребеночек, на бумажке, ну что нам это дает, дает очень много на самом деле, вот эта маленькая практическая работа, первое, мы можем сравнивать результаты разных учащихся, что значит сравнивать, ну и скорее есть гипотезы, предположение, что большая часть, что учащиеся по нормальному закону расплеены с точки зрения добросовестности, добросовестности записи показаний погодных, мы можем сказать, ерунду сказал Петя, Кули и Вася, да, то есть попадает это, грубо говоря, в нам от ожидания или не попадает, или находится за границами дозволенного, то есть тем самым мы первое, автоматически можем проверять эти показания, второе, мы можем ввести элементы гемификации, связанные с тем, что мы храним историю этих показаний, и можем попросить их попытаться предугадать, например, какие погодные показания будут завтра или послезавтра или через неделю, тем самым ввести элементы конкуренции, некоторые конкурентные составляющие и объявить конкурс, например, лучший прогнозист Росгидромета среди школьников второго класса, да, ну и дальше эту тему можно развивать, фантазировать на эту тему, кто там чаще или более, более того, из этой маленькой детской модели можно формировать прогнозы, связанные с тем, что если это происходит массово во всех школах, например, Петербурга, их около тысячи только в самом, ну, в городе и области, да, соответственно, в каждом классе там порядка 30 человек, допустим, в начальной школе, классов этих, ну, допустим, три, да, то есть на одну школу это порядка сотни человек и, ну, представляете, какие большие данные мы с точки зрения измерений получаем, с кем мы можем работать, вот такое количество погодных данчиков и с учетом поправки на ветер, скорость ветра, например, да, и какие-то другие обстоятельства, можем даже выстроить механизмы прогнозирования погоды через 20 минут или через 30 минут, а не так, как у нас Росгидромет, там, плюс-минус лапать и то на следующий день. Вот, такие, такая маленькая практическая задачка может вливаться в такие грандиозные, фактически, по примеру, для нашего Петербургского региона и Ленинградской области обстоятельства, выводы, да, которые можно сделать и практически результаты получить из такой маленькой, казалось бы, перепусенькой идейки, связанной с частью, маленькой частью, всего лишь с одной маленькой дисциплиной, вернее, даже не дисциплиной, да, а кусочком, связанным с дневником погоды. Вот такой первый, первый пример, про который я хотел поговорить. Потом я переключу на экран, покажу вам отдельную карту, чтобы вы были уверены, что я вас не очень сильно обманываю. вот коллеги. Ну что ж, вопросов пока нет на вкладочке, поэтому я буду продолжать двигаться дальше в рамках нашего с вами мероприятия. Давайте посмотрим еще некоторые примеры. Тут я взял просто за основу наиболее такую практическую, что ли, нашу, практического нашего заказчика. Наша система является центральной для, ну практически, для системы подготовки кадров для русско-православной церкви. Значит, в разных организациях, вот в этом году начался в прошлом году пилотный эксперимент, в этом году далее это продолжается, как бы, учебный период 17-18 года. И, как вы сами понимаете, помимо теории, там очень много практических вещей, ну, начиная там от пения церковного, которая дистанционно это вообще как-то очень совсем плохо и заканчивая какими-то совсем практическими вещами, связанными с ведением службы, например, или какими-то другими обстоятельствами. Ну, можно и много других, например, приложить, но вот так как-то повернулся этот пример в большей степени. Что мы можем сделать в большей степени подготовить в большей степени для практических вещей, таких уже более вузовских, не совсем уже тривиальных. Ну, вот, вернемся, помните, на одном из слайдов ранее мы рассматривали, какие варианты направлений, подготовки, там, или дисциплин, да, требуют в большей степени внимания к практической составляющей. И там был пример связан с кемией. Вот, я сейчас вам тоже попытаюсь показать в реальности этот пример. Давайте представим себе такую ситуацию, когда необходимо выполнить лабораторную эпохимию. например, смешать два каких-то выращивания кристаллов, да, по-моему, это лабораторная работа, если не ошибаюсь, примерчик, который я буду показывать. Понятное дело, что мне могут это хорошо объяснить на картинках. Даже, может быть, и картинок не нужно достаточно там в формате комиксов что-то сделать. Но научит ли меня реально реальному пониманию того, что такое кристаллы, как они выращиваются, рисунки, будь они анимированы, даже будь они смоделированы. Пока я своими глазами не увижу, пока я сам не попробую руками или не попробую на язык, на вкус, ну, в кавычках, Вот для меня, для большинства слушателей, наверное, все-таки смысл этой практической деятельности не будет доходить. И вот для того, чтобы... А если форматы учения дистанционированы, что же делать? Вот делать что? Дома делать лабораторную работу, дома делает студент или школьник лабораторную работу, а как проверить лабораторную работу? Как вы это обеспечите, проверку? Ну, всем понятно, что отчасти это будет или в значительной части отчетов это будет определенная фиксия. Вот для того, чтобы этого не было, мы можем с вами эту лабораторную работу я постараюсь показать, как ее делать. Ну, в случае, другого устройства, немножечко, где у меня другое приложение установлено. Оно, в данном случае, тоже под андроидом. Такое, это на самом деле смартфон, только он большой, да, такой, что-то среднее между планшетом и телефоном. Так и так можно сказать. И вот здесь на этом смартфоне установлено приложение, которое обеспечит доступ непосредственно уже к нашей LMS-системе. Вот тут какие-то учебные курсы, в которых перечень учебных курсов, которые я подписан при прохождении обучения. Среди них есть курс, связанный вот с этой лабораторной работой по химии. если я не промахнусь с обратной стороны, вот, вот он. Да, вроде не промахнулся. Сейчас загружается этот учебный курс, и я покажу, когда с опорционом закончу, это все через решение экрана будет понагляднее. Отражается там, как в зеркале. Плоховато видно, да, но ну вот наши кристаллы, выращивание, лабораторная работа, наверное, видно, и тут можно погонять. Вот у нас опять же вот наша самая лабораторная работа. Что здесь происходит? Давайте я запущу расширение экрана, чтобы вы видели это чуть поподробнее. Где он тут у нас начать трансляцию? Коллеги, подскажите, я тут просто Мерополис так устроен, мне очень удобно, что я не знаю, видите ли вы экран мой или нет. Да, спасибо большое. Итак, сейчас я, да, спасибо. Ну, если кто-то не видит, сейчас загрузится, да, по крайней мере, от меня сигнал исходит от самого компьютера. Итак, сейчас на экране вы должны видеть, собственно говоря, личный кабинет нашей платформы, ленинг серии 4G и ну тут всякие там расписание, там вот служб, студент, с кем я там учусь вместе, да, вот они тут какие-то, я там с ним пообщаться могу, мои учебные планы, тут вот, что-то я выполнил, что-то и нет, и в частности есть перечень учебных курсов, которые я вам только что показывал на смартфоне, да, это к одной учетной записи, все, где подключено, вот они тут какие-то, в том числе вот это исследование физических и химических явлений, лабораторная работа по химии, вот она же тут же, да, сейчас у вас перед глазами находится, должны находиться, выглядят они здесь немножечко по-другому, потому что смартфон он как бы маленький, ну вот видно, да, вот она же, смартфон маленький, все-таки экранчик имеет, поэтому здесь принципы эргономики отличаются от большого экрана монитора, поэтому вот слева оглавление на смартфоне я не вижу, но вот с помощью специальной кнопочки можно его там дополнительно вывести, вот так вот, оно же, да, или убрать, если оно мне мешает. Как устроено, давай сейчас обратим внимание на трансляцию экрана в большей степени, как устроена эта лаборатория на работу, ну, в принципе, тоже, наверное, как все остальные, есть часть теоретическая, есть введение, связанное с видеороликом, который показывает процесс там выполнения этой работы, что какие ингредиенты там нужны, какие не очень, в том случае ролик с YouTube, размешиваются какие-то компоненты, надеюсь, видно, да, и там, там, в конце мы увидим какие-то кристаллы. Что, кроме этого, в нашей, это как бы общая, обстановочная часть, это мы могли сделать и любым другим способом, то есть, как сейчас, для этого мобильный телефон не нужен. Дальше есть часть, связанная с выполнением шагами, задание, задание, шаг номер один, значит, там, что-то растворяем, там, медный купорос в стаканчике, значит, далее, раз мы выполняем, мы, как слушатели, выполняем лабораторную работу, мы должны, по идее, выполнить этот шаг, и этот результат зафиксировать, того, как мы смешиваем, то есть, это схема выполнения шага, а здесь мы должны, по идее, положить бы, чтобы мог преподаватель проверить, или то, что попадает в отчет, например, если мы пишем этот отчет от руки в обычном режиме, то есть, мы бы сюда должны были положить фотографию, как мы это делали. Дальше, проверка, усвоение, то есть, мы механически выполняли это действие, или мы смысл понимаем выполнение этого действия. В данном случае, там, в результате смешивания происходит образование какой-то смеси, и нас спрашивают, мы понимаем, что это за смесь, что это там, физический процесс, или это микробиологический процесс, какой-то там, бактерии изобродили, дрожжи, когда вы тесто делаете, или все-таки химический процесс, ну, вот ответили, все-таки это был физический процесс, смешивание, собственно говоря. Ну, и так далее, вот по шагам, мы там, выполняем эту лабораторную работу, должны в конечном счете получить, отвечаем на какие-то вопросы контрольные, которые иллюстрируют наше понимание шагов этой деятельности, и так далее. Чем отличается выполнение работы при использовании смартфона дома от обычного? Тем, что в обычной вот мы этим ограничиваемся, а вот если мы работаем с вами, дорогие слушатели, с таким мобильным устройством, как смартфон, мы можем сделать нечто большее, мы можем взять, реально, ну, у меня, похоже, вот так, а не нашлось, я взял из нашего букета бокал, который используется чаще, чем с баканом, и вот, ну, произведу некоторое смешение на ваших глазах, неправильно на клавиатуру, ну, вот видите, да, я тут нулеваю, не бойтесь, это чай, это ничего другое, специально вот говорил перед нашим с вами вебинаром, чай, вот, допустим, мы смешали, да, что мы делаем дальше, мы берем с вами наш с вами смартфон, где у нас соответствующий шаг эксперимента, вот он, да, у нас показываетесь, в этом шаге есть такая плашечка, видите, вот она, зафиксируйте здесь свой результат, соответственно, нажимая на там соответствующую кнопочку, я могу включить режим, в этом месте, именно, режим фотоаппарата, сейчас включится, вот он, там загружаются, да, нет, вы можете вторичный, и с помощью этого фотоаппарата произвести съемку моего бокала, ну, или стаканчика, вот он, сейчас появится на экранчике, вот он, я сфотографировал только что, ну, там, кадрировать, если есть необходимость какая-то, и отправить прямо в нашу лабораторную работу, вот он отправился, вот в реальном времени он перед вами прямо появился, это фото, видите, да, теперь, если мы посмотрим с вами на наш учебный курс, то увидим эту же фотографию прямо здесь, в учебном курсе, вот 1238, да, специальный телефон по округе рядом, умножить 39, пока мы фотографировали, вы можете видеть, что мы зафиксировали тот шаг эксперимента, который, который был, был произведен, ну, и так далее, что нам с вами это дает, нам с вами дает следующее, там, дальше выполняем, вот эта фиксация в реальном времени, первое, преподаватель может с точностью до геопозиционирования понимать, где вы выполняли эту лабораторную работу, в какой момент времени, какие на каждом шаге получали результаты, пришли вы к тому практическому результату, который необходим, притом для нас с вами важно, что мы не выгружаем фотографии, да, там, не обрабатываем их каким-то особым образом, мы все это делаем в реальном времени, как сейчас мы с вами делали, и это основное, и это основное принципиально важное достоинство, потому что мы можем выполнять этот эксперимент в реальном времени, результаты будут зафиксированы, они будут проверяемы, потому что преподаватель может проверить их, сопоставив результаты Иванового, Петрового, Сидорового, чуть не уроним, бокал чаем, давайте его отставлю, а подальше нам больше не нужно с нами, преподаватель может проверять их, сопоставляя каждый шаг поддельности, не вообще какие-то фотографии, да, вот как выполнен Петров, шаг номер один, как выполнен Сидоров, и так далее, соответственно, рейтинговый, раранжирует все это в рамках холомной системы, и вот это практическая деятельность, которую я выполняю дома, но результат мой доступен в интернете, он как бы оцифрован сразу априори, таким, ну, на этих способах, вот такая, такая, такая штука, конечно, пример химический, но спешу вас уверить, что он хорош, вернее, применим очень во многом, начиная, ну, например, на сборе проходит квесты городские, да, тоже, там, где есть алгоритм какой-то выполнения заданий, подходишь к памятнику, ну, там, выполняешь задание, понимаешь, о чем идет речь, подходишь к объекту, историческому там памятнику или там чижику-пыжику на фонтанке, если кто видел, фотографируешь, идешь дальше, вот, вот этот квест, который в реальном времени все это с точностью до геопозиционирования и до реального времени, да, выполняется, музейная тематика, музейные дела, ну, и множество других, вот, примеров, про которые мы с вами говорили в одном из первых слайдов, но дальше, с силой вашей фантазии, я думаю, что и ваша, ваша предметная тематика может подсказать вам те области приложения, которые возможно таким, с помощью такого инструмента реализовать. Я не претендую тут на всеочность, не говорю там, что это везде и все, и все вопросы практически будут закрыты. Нет, конечно же, но для очень многих вещей, которые связаны с полем, ну, полем в кавычках, да, то есть натурными всякими делами, экспериментами, с фиксацией, с необходимостью фиксации места, времени и скорости выполнения задания, практической, да, достоверности в этой физике, вообще, это все очень даже вполне. Кстати говоря, вот я обещал покаять сайт Дневника Погоды, вот, можете посмотреть с вами, может глянуть с вами, да, вот я переключился, немножечко отвлекаюсь на предыдущий пример, и Google Map, где мы проводили замеры, вот тут в Крыму, замеры, да, осуществляется, демонстрационный пример, вот мы с вами сейчас находимся, вернее, я нахожусь в Петербурге, сейчас покажу, где непосредственно наш офис находится, где мы только что выполнили с вами эти измерения, тут их много, потому что я готовился еще к мероприятию, вот, это наша реальная карта, вот здесь, рядом нагребательных 25, да, и происходили эти эксперименты, но с поправкой на какое-то количество метров, да, точность такая, на нескольких метров, вот наш с вами, наш с вами, пример с дневником погоды, но, то же самое, также, точно так же выглядел бы на этом месте и химический эксперимент, мы бы с вами точно знали, где Иванов и в какое время выполнял, вот, коллеги, ну, пойдем дальше, да, пойдем дальше в наших с вами примерах, у нас тут еще один вопросик был, третий пример, я уже не буду показывать, ну, расшаривать экран, давайте остановлю, это, покажу норму презентации, просто это будет долго, трансляция рабочего, установить, и так, вот, то, что я показывал вам с помощью смартфона, ну, иллюстрации на этом слайде, там, это, чтобы вы не забыли, как именно это происходило, да, как это было, и последний, третий пример, которым я хотел сказать, что, вот, когда уж совсем реальное время, да, когда, не просто его фиксировать, но необходимо, вот, у меня, мой хороший знакомый, он, очень известный режиссер анимационного кино, мычки делает, и когда мы с ним рассуждали на тему, как вот проводить обучение студентов, связанных, обучение, ну, творческих, да, в данном случае, направление деятельности, связанное с, ну, например, созданием раскадровок, а это всегда в реальном времени, там не просто нужно что-то сделать, но уважаемый авторитетный человек, там, доцент или профессор что-то показывает, объясняет, и ты должен выполнять вместе с ним в реальном времени, а потом продемонстрировать результат, ну, у меня нет, что ли, у меня листочка под рукой, значит, ну, там, продемонстрировать, да, вот таким вот образом, то выяснилось, что вот такой формат интенсивного очного общения, очного взаимодействия, притом, когда существует практическая деятельность, в данном случае, там, скетчи или раскадровки, она не очень ложится в формат, но, вот мы им предложили, у нас есть такой продукт, называется, е-класс, это сайт, вы можете по нему, там, попробовать этот продукт, там, предназначен для ведения вебинаров, но он не такой, как Мерополис, он там заметно отличается, там, множество других всяких вещей, но это не тема сегодняшнего вебинара нашего, а там, чем он сильно отличается, ну, в том числе, он позволяет, что делать, он позволяет, участникам вебинара, которые в реальном, в реальном времени происходят, в реальном времени загружать туда, так же, как мы это делали в лабораторной патхемии, точно так же, прямо в вебинар загружать то, что они делают, то есть, я взял, нарисовал скетч, и в момент проведения вебинара, щелкнул на камеру и отправил это, непосредственно преподавателю, который, или там, ведущему этого вебинара, и он это видит, он может это показать всем, поправить, если есть необходимость, с помощью каких-то инструментов рисования, продемонстрировать ошибки, указать, у кого, у Васи лучше, у Пети хуже, в общем, обсудить это, да, как это принято, вот обычно, в творческих, творческих мастерских, вот такой аналог, или замена очного взаимодействия, она возможна и, не только в формате, ну, условно, оффлайна, то есть, когда мы не видим преподавателя в реальном времени, но и тогда, когда мы видим его и взаимодействие с ним в режиме реального времени. В противном случае, если бы не было мобильного приложения, ну, конечно, да, я мог бы, конечно, нарисовать, сфотографировать, отправить по почте, преподавателю нужно открыть почту, но это все время, и это не к реальному времени все равно, да, относится, это какая-то другая категория задач, и вот этой быстрой обратной связи от лектора или доцента получить невозможно, я просто в своем опыте тоже хочу это сказать. Вот такой третий пример, о котором мне хотелось бы рассказать, ну, вы можете тоже зайти на этот сайтик, и попробовать, ну, там только один участник в демонстрационном режиме, да, вы сами можете, вот, но он, в отличие от Мирополис, к себе говоря, не требует никакого флеша, относительно новой технологии WebRTC, которые позволяют прямо из браузера захватывать видеокамеры, передавать потоки. Вот, такой третий небольшой пример, реализации, реализации, практической, выполнения практических заданий в формате дистанционного обучения. Буду вам признателен, если вы подскажете какие-либо другие, ну, там, в чате, например, да, если вам они знакомы, но я думаю, что с большой вероятностью все-таки подобного рода вещей трудно найти в каких-то стандартных ломо-системах или в стандартных или в муковских, тем более, потому что это несколько иное, это не массовое обучение, это в большей степени привязка к индивидуальному характеру режима обучения, когда вам не просто нужно дать информацию огромному количеству людей и, ну, каким-то образом проконтролировать, прочитали они или нет, издали они тесты или нет, ну, и в лучшем случае выполнили они контрольные работы или нет, но когда вы хотите так с большой точностью и вести человека по образовательной траектории, ну, или хотя бы в рамках одной дисциплины, тем не менее, понимая, что никакой учебный результат не может получен, если в достижении этого учебного результата нет практической деятельности, когда это не закрепляется тактильными, моторными навыками, ну, и там больше педагогика, которая за этим, конечно, состоит, которая мало что знает, но тем не менее, это очень важно, чтобы человек умел делать это своими руками, как бы вы ни обучали кройки и шитью через вебинары и семинары, но пока человек сам не попробует, и когда вы его, пока он сам себе не наколит пальчики иголочками, а вы не поправите его, сказав о том, что нужно делать не так, как он делает, а как-то по-другому, в реальном времени, в тот момент времени, когда возникла эта критическая ситуация для него, вот до этого момента времени эффективность дистанционного обучения все-таки будет оставаться на относительно низком уровне, и ориентирована она будет на тех людей, которые, ну, там, условно, очень мотивированы на некие результаты, он будет 120 раз методом пропажевых ошибок этого достигать, хотя эти 120 можно заменить, ну, порядково меньшее количество, если использовать вещи, связанные с практической деятельностью. Вот такой общий посыл моего сегодняшнего встречи. Хотелось просто показать, что электронное обучение не ограничено далеко, не ограничено национальными платформами открытого образования и подобными рода системами, где, конечно же, замечательный контент, да, но есть и другая плоскость, которая труднее реализуется, поэтому, может быть, их там, когда-то все появится, конечно же, но вот мы здесь в какой-то степени немножечко даже, наверное, впереди паровоза с нашими решениями бежим, с нашими решениями какими, ну, я уже упоминал, ну, и заключение, перед тем, как перейти к ответу на вопросы, ну, да, вот я попытался проиллюстрировать, да, вот этот скетч, который можно тут же загрузить в систему. Повторюсь, примеры, там, где внедрена платформа, я уже говорил, что это, ну, сотни организаций, и учебных, и не учебных, вот, например, это обучение уральских университетов по порталу, это ГТУ имени Алексеева в Нижнем Новгороде, там много видеоматериалов у них, это Московский социально-строительный университет, это Российская таможня, таможенная академия, да, в Москве, тоже много практической деятельности, там, по заполнению всяких деклараций и прочей, такой вещи. Российский социально-социальный университет, порядка 500 учебных дисциплин, дистанционных, да, вот, полномасштабных, то есть, там, 120, там, 270 часов и более, все от первого до последнего курса покрыто системой электронной обучения, все вот на базе нашей платформы, про маленькую часть, которой я сегодня и рассказывал, в ней так примерно выглядит лично к виду студента, понятно, что дело настраивается, но мы с вами видели, да, в режиме демонстрации экрана, как там примерно он выглядит, вот так выглядит ведомость успеваемости, электронное портфолио у студента, проектные, проектное обучение также на платформе присутствует, там, методология для проектного обучения, про это мы, по-моему, уже проводили вебинары здесь, ну и какие другие проекты здесь вы можете видеть, это обучение государственных служащих в Московской области, обучение медиков в Краснодарский край, Краснодар, это большой Газпром наш с вами, в общем, вот, коллеги, спасибо вам большое за внимание, сейчас я, а, да, два маленьких перед тем подключительного вопроса, ну да, такое, понятно, что это импровизация на тему практической деятельности, да, на слайде, маленьких, два маленьких опросика проведу, давайте, мне было любопытно все-таки какой-то фидбэк от вас получить, для тех, кто проводит занятия в системе дистанционного обучения, проводят ли вы там практические занятия, ну вот, да, рад, что столько людей практической деятельности принимают необходимость ее в веснецовом обучении, очень вам признательна за вашу точку зрения позиция, да, спасибо, и хотел его посередине провести, но, честно говоря, заговорился, и, да, последний маленький, такой же, так, остановить, и следующий, да, тоже, ну, полезность нашей встречи, время, которое вы провели со мной, я вам благодарен, безусловно, но, может быть, вы не совсем на это рассчитывали, да, и это казалось не очень полезным для вас, ну, тут один скидки, даже два, да, что ж, хорошо, будем работать над ошибками, будем над полезностью работать, еще раз, коллеги, да, спасибо, и перейду к ответу на вопросы, которые, вот, на вкладочке вопросы у нас, Марина Викторовна спрашивается, чем отличается эта обучающая платформа от Mobile Study, видимо, имеется ввиду, я не знаю, честно говоря, что такое Mobile Study, очень сильно отличается от всех остальных, виникая от Mobile Study, платформа отличается тем, что она ориентирована на российскую действительность, на российском образовательном процессе, у нас есть понятие информационно-образовательной среды, и вот, собственно говоря, основные компоненты информационно-образовательной среды, с ее логикой нашей отечественной, включая бальную рейтинговую систему, электронную портфолио, ведомости успеваемости, отчетные документы, всякие связанные с документно-оборотом учебным, аналитику учебную, различного рода, включая компоненты, естественно, дистанционного электронного обучения, и не только, потому что, например, учебное планирование, рабочие учебные планы, базовые учебные планы, учебные периоды, расписание, диспетчерская, нагрузка преподавателей, поставки, совместители, вот это все те категории, которые охватываются нашей платформой. И вот в части тех примеров, которые я показал на слайдах, и во множестве другим. Если вам любопытно, спасибо за ответы, такие чек у нас ничего не поняли, из 90, видимо, придется повторить вебинар, вот если Павел нас слушает, и вот, коллеги, кто нажал кнопочку «Нет», неполезно, я, да, здесь на экране есть мой электронный адрес, можете мне написать, я буду рад, если вы вот за ваш негативный отзыв как-то расшифруете, как бы это не было для меня больно. Спасибо, коллеги, за вопросы, которые вы задавали. Закрываем, да, наш опрос. И, да, за ваше время, которое вы потратили, ну, вот, собственно, ровно час мы с вами практически проговорили, и я про-показывал. Если у кого-то, вы можете скачать презентацию, ее разобрать отдельно, если у кого-то будут вопросы, мой адрес электронной почты и мой сотовый телефон на слайдах сейчас, вы можете, не стесняясь, не написать письмо или позвонить даже, ну, и посетить наш сайт, заодно, узнать там много нового и другого про наше решение, которое мы делаем. Благодарю вас, коллеги, Павел тоже очень признателен. Надеюсь, что через месяц, примерно, да, у нас будет новая встреча, дай бог, ничего не случится, и мы как-то с большей радостью, не с такой строгостью, расскажем что-нибудь тоже новое. Спасибо. Коллеги, всем спасибо. Спасибо. Как всегда, полезный и интересный вебинар. Напоминаю, что с компанией Hypermethod мы встречаемся периодически. Вот, начиная с Нового года, каждый месяц Дмитрий ведет вебинар, и до июня месяца мы проведем всего шесть вебинаров за этот участок года, за эти шесть месяцев. Так что, еще будет интересная информация о Дмитрии. Находите в расписании вебинары от Hypermethod и регистрируйтесь на эти вебинары. Всем спасибо за активную работу. Отдельное спасибо Дмитрию за интересную тему. Напоминаю, что Директ Академия работает каждый день у нас. Ну, практически каждый день. В ближайшие две недели будет точно каждый день вебинар. Каждый рабочий день. Вот, заходите, у нас для вас интересные спикеры. Будет интересно. Всего хорошего. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok